Давайте чуть-чуть вот определимся с терминами, чтобы было понятно, просто многие может и не слышали как бы термина единорога, тут еще парочку есть. То есть в целом единорогами называют частные компании, оценки которых достигло 1 миллиарда долларов и выше. Впервые этот термин был использован в 2013 году и в честь того, что единорог очень редкое животное, которое практически невозможно найти. И, соответственно, вот компании, которые стоят больше миллиардов, миллиарда долларов, это тоже достаточно редкое событие. Вот как-то так и получилось. Но на тот момент, кстати, когда вот этот термин был придуман и использован, уже было в мире 39 единорогов. Но жизнь идет вперед и в Америке появился следующий термин. Называется он декакорн. То есть от юникорн, да, то есть декакорн. Это вот уже компания, которая стоит больше 10 миллиардов долларов. И вот уже прогнозируют, что в ближайшее время появятся хектакорны. Так что вот потихоньку надо учить лексикон. Вот кто видел, я у себя в фейсбуке постил фотографию декакорна в туалете из силиконовой долины. Ее правильно вообще называть кремниевой? Ну, мне вот так больше нравится. Силиконовая. Ну, вот как-то звучит романтичнее. Новый термин. И называется он, вот по-английски я вам сейчас скажу, cockroach startups. И по сути переводится это как стартап-тараканы. И стартап-тараканы это те стартапы, которые научились зарабатывать. Их сложно как бы, они не разоряются, зараза. Их вот тяжело, не мрут, ну, убить тяжело. Вот за это их тараканами и прозвали. Мы, кстати, еще к этому вернемся сегодня. И совсем новый термин, который я вот недавно услышал, появились стартапы-фениксы. Стартапы-фениксы – это вот такие стартапы, у которых даже дела, если идут не очень, они пивотятся, улучшают продукт и возрождаются из пепла, как феникс. Вот такая вот терминология, которой мы сегодня будем пользоваться. И на сегодня в мире существует уже 229 единорогов, которые суммарно стоят 800 миллиардов долларов. И суммарно вот они подняли в процессе раундов инвестирования 146 миллиардов. Ну, достаточно просто какие-то там, ну, деньги, которые не особо вмещаются в голову, там, украинского предпринимателя он называет. Ну, и инвестора тоже, в общем-то, тут разница небольшая. И вот из вот этой массы 229, 5 единорогов стоят больше 250 миллиардов. Ну, то есть, как и во всем остальном мире, здесь тоже все нечестно у единорогов. То есть, есть очень крупные такие единороги, они съедают как бы самую большую долю рынка, а остальным остаются какие-то миллиарды несчастные. Ну, там, один миллиардик, два миллиардика, ну, то есть, совсем, в общем, несерьезно. Что еще интересного из фактов? 52% единорогов находятся в США. Есть там чуть-чуть разница статистика, пока некоторые даже за 60 зашкаливают, ну, такое дело. Ну, и пятерка самых известных, самых больших на сегодняшний день. Uber 62 миллиарда. Его прямой, а нет, уже не прям, это финансовый стартап INT 60 миллиардов. Прямой конкурент Uber, который находится в Китае, DD, 50 миллиардов. Xiaomi, многие знают этот бренд в Украине уже, слава богу, 46 миллиардов. И Airbnb 31 миллиард. Вот она, пятерочка. Украина – это страна вот таких стартапов-тараканы, да, потому что здесь нет, ну, рынок инженерного капитала не так развит, как в долине. И здесь шансов быть по другим, ну, другим стартапам практически нет, потому что привлечь инвестиции, там, ну, кроме исключений, в долине, вот именно в Украине, очень сложно. Поэтому лично мы в центре технологическом концентрируемся только на таких компаниях, которые уже сами на себя зарабатывают, при этом не делают продукт, имеют высокий потенциал, но точку безубыточности прошли. И мы создаем для них максимально комфортные условия, чтобы они стали большим, получается, тараканом, да, тогда, ну, если не единорогом. Мне кажется, что тут терминологическая путаница, ну, во-первых, за единорогами гоняются венчурные фонды, которые на совершении, это не единственный источник финансирования, но тем не менее. И финансовая модель венчурного фонда не позволяет им не инвестировать в единороги, то есть они не смогут показать позитивный ретерн, если у них не будет хоть иногда появляться единороги внутри фонда, в портфолио фонда. Вот, поэтому гоняются за единорогами венчурный капитал, и для них выжить по-другому невозможно, чисто математически. Вторая вещь, это то, что единорог, на самом деле, в молодости, он таракан, да, то есть на самом деле это одно и то же. Если внимательно посмотреть, в частности, про тараканы много говорят, там, сейчас опубликовал Стэнфорд совместно со своим комбинатором курс, где они как раз рассказывают, как они понимают, как выживают стартапы на ранней фазе и так далее. Они термином оперируют, но, тем не менее, они точно так же гонятся за единорогами, как все остальные. То есть на самом деле на ранней фазе, особенно до того момента, когда появился product-market fit, то есть когда компания понимает, что они вообще делают, как они зарабатывают, есть реальные клиенты, которые их обожают и платят за это деньги, то до этого момента нужно жить как таракан просто потому, что по-другому выжить невозможно. И этот период может быть очень долгий. То есть есть кейсы, когда компаниям несколько лет придумали, чем будем заняться, и тем не менее полили какие-то деньги, им нужно как-то выживать, и они выживали как тараканы. Если компания уже product-market fit есть, соответственно, она начинает становиться таким стартапом с этой красивой историей, с ростом и так далее. И тогда кто-то из них достигнет состояния единорога, кто-то нет, но это уже какой-то будет большой бизнес. Это уже будет больше, чем таракан. Ну вот, какой-то слишком шумный микрофон. Мне как таракану очень приятно слышать это утверждение, но я согласен, что… Я тоже таракан, кстати. А? Я тоже. Вот, да, мы тараканы друг друга понимаем. Вот, но я могу тоже подтвердить, что каждый инвестор вот в тех даже тараканах, которые к нему приползают, очень хочет видеть потенциального единорога. Поэтому вот как бы тараканы тараканами, но ищут именно такие компании. То есть вы как-то прикидываетесь, да, вот я так, таракан, но смотрите, я… Чего я только не делаю. Короче, каждый таракан мечтает стать единорогом, да. Именно так, да. Да, это как раз то, что я хотела сказать. На самом деле, ну, все мы прекрасно понимаем, что классификации условны, и даже если мы по финальному какому-то результату их все-таки классифицировали, то делать прогностические какие-то предположения, что лучше, единорог или таракан, а как таракану стать единорогом, а как ему выйти в гексикорны, ну, как бы это такая себе дискуссия очень условная. Конечно, все мечтают, и, конечно, все хотят расти быстро. Но на самом деле проблема-то Украины не в этом, проблема Украины в том, что у нас и тараканов-то достаточно мало. Поэтому давайте просто хотя бы адекватно выращивать тараканов, а потом перейдем дальше. Ну, мне кажется, тут еще важно говорить, что когда мы сделаем единорога с украинскими корнями, потому что в любом случае он будет как бы там в Делавэре или в Китае, ну, есть две локации сегодня, где можно стать единорогом. Поэтому я верю, что да, если так, короткий ответ, что точно единорог будет, потому что у нас очень много девелоперов, они такие упрямые, несогласные, что-то ищут и так далее. Только нам важно еще избавиться от этого комплекса младшего брата, что вот у нас как-то все по-другому, а там все совсем по-другому, и поэтому у нас не получается. Надо просто выходить, играть в высшую лигу и не спрашивать их, боже, как же нам начать с вами сотрудничать, там что-то нам рассказывают, учить английский и так далее. Иначе спрашивать, играем в высшую лигу, тогда точно будут единороги. Ну, я добавлю, что тут на самом деле два момента. Первое это то, что, ну вот если вы посмотрите NASDAQ, израильские компании, вы заметите, что там много израильских компаний, которые инкорпорированы в Израиле, а размещены на NASDAQ. Вот сейчас в Украине это взять невозможно. То есть украинская компания не может быть единорогом в принципе. Это как бы это факт технически. Поэтому, скорее всего, мы говорим совершенно верно о том, что возможно появится компания, в которой один из фаундеров будет украинцем и компания будет стоить больше миллиарда. Что в принципе тоже неплохо. Ну, там просто как их идентификация не до конца понятна, что это за люди. Да, она перелетает же скоро. Да, да. Поэтому, ну вот эта цель достаточно реальная. И как бы, ну, теперь это как бы негативная часть, позитивная часть то, что вот если посмотреть компания, которые появляются последние там, наверное, 3-4 года в Украине, ну, даже больше, то есть очень большой сдвиг. Наша плохая экономика сыграла очень хорошую функцию в том смысле, что много компаний и основателей думают о том, как выходить на глобальные рынки, не пытаются строить что-то для украинского рынка. И это как раз залог, это стартовая точка, с чего начинается вообще какой-то большой бизнес. Вот если посмотреть, допустим, ну там, вряд ли кто-то из головы сможет называть крупную технологическую компанию из Германии, кроме SAP, наверное. Ну, они на самом деле есть, но и как бы почему так? Потому что Германия – это огромный внутренний рынок, и большинство людей удовлетворяется тем, что строят компанию, которая отлично работает в Германии, и у них нет глобальных амбиций. Почему в Израиле так много единорогов? Потому что в Израиле изначально рынок внутренний очень маленький, и ребята изначально были ориентированы на глобальный рынок, и в Украине это тоже произошло. Сейчас сдвиг мышления произошел, и много компаний, которые думают о том, или нет, фаундеров, которые думают о том, как выйти на глобальный рынок. И это та почва, где появляется потенциально большой бизнес. В дополнение просто хочу сказать, совершенно согласно с коллегами, в Израиле, кроме всего прочего, еще такое количество стартапов, в том числе успешных, потому что Израиль как государство очень сильно поддерживает стартаперов. И там очень много денег идет на то, чтобы провоцировать возникновение стартапов, для того, чтобы они повторяли свои попытки создавать своих маленьких тараканчиков и растить из них единорожков. У нас, к сожалению, действительно очень много ограничений и законодательных, и налоговых, для того, чтобы заниматься единорожеством. Поэтому будем двигаться потихонечку туда. Я думаю, что чем больше будет у нас стартапов, которые будут пытаться это делать, тем быстрее мы перейдем в ту критическую массу, которая даст нам единорогов. Ну да, Израиль инвестирует 400 миллионов долларов. Мы просто каждый год, он их раздает, по-моему, больше, чем 20 хабов, которые должны покрыть 85% потребностей стартапа на ранней стадии. Можно шутить, что в Израиле нужно упасть в инкубатор, доползти, прокричать желательно на английском, что у тебя есть идея, и получить, в общем-то, деньги. Их там лелеют. И плюс Израиль, он вообще умеет рисковать. В Украине у нас, кстати, тоже есть агентство по развитию инноваций, ГИФКУ, по-моему. Так вот, они принципиально не рискуют. Они, чтобы даже вам дать кредит на инновацию, они все равно что в залог возьмут. Они даже не понимают, нет такого даже закона, чтобы можно было дать деньги и как бы забыть. А в Израиле, когда мы спрашивали, а если прогорает стартап, что вы делаете? Мы говорим, второй раз даем, и третий раз даем. Потому что они понимают, что вероятность того, что он будет успешен, она как бы растет с каждым фейлом. То есть они не как бы четко это работают. А у нас даже мы даже в парадигме еще такой не находимся. Андрей, у меня персонально к вам вопрос. Вот я знаю, что вы лично встречались с Биллом Гейтсом после того, как продали ему свой бизнес когда-то. Ну и вот что, вы заподозрили в нем? Ну вот что не так с ним было вообще? Может у него там рог где-то там торчал? Ну вот что за человек, ну вот. Ну, первый раз, когда я встретился с Биллом, я сразу понял, что это не человек. Ну вернее, человек, который себе не принадлежит. Там все расписано поминутно, куча ассистентов за него принимают решения. Я даже не уверен, сам ли он мыслит и там высказывает свои ли мысли. Ну, я бы не хотел, наверное, такой жизни, когда у тебя нет личной жизни, у тебя нет ничего личного, у тебя есть только работа, работа, работа. Ты на конвейере прикован наручниками к какому-то потоку регламентов событий. И все это формализовано до ужаса. То есть меня это испугало первый раз. Второй раз уже было все более там спокойнее, привычнее. Ну, сами посудите, да, когда вдруг его администрация решила, что о нем пошли слухи, что у него что-то не то, и почему он до сих пор не женат, и вот тут же познакомились с его секретаршей, которую не замечал, полтора года женили, и они за 4 года воспроизвели трое детей, да, по-быстрому, так, чтобы вопросы снять. И снова бизнес, 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 да, и там Билл и Меринда Гейтс, самый большой фонд, который сейчас занимается инвестициями в здоровье африканских детей, эти строительство курятников, серийных массовых, ну, я не знаю, вы в курсе, да, это фирма, которая производит быстро разворачиваемые конструкторы, из которых можно за 64 часа поднять птицефабрику на любой территории, где есть люди, нуждающиеся в белковом мясе. Плюс они открыли производство марихуаны, ну, в лечебных целях, это один из бизнесов, да, вот, и много других вещей, связанных там с лечебными йогуртами от последствий захоронения радиоциальных материалов в третьих странах, они там людей кормят йогуртами, которые содержат, как это называется, выводящие из организма последствия, вот, пресная вода, преснение воды, другие вещи, ну, то есть, да, белый интересный человек. Ну, хорошо, Владимир, у меня вот персональный вопрос к вам. Когда вы ожидаете в блокчейне первого юникорна? Или они уже появились, может? Дайте секунду подумать. Скорее всего, нет. Вот же очень близко. Я скажу так, если рынок будет расти такими темпами, как он рос с января, то, не знаю, 10-12 недель. Серьезно, там происходит какое-то сумасшествие, там, я не знаю, кто там, как бы касается этого рынка, рынок криптовалют просто вот с начала года рванул. То есть, рост составил, на сегодня капитализация 90 миллиардов. В январе было 20. Поэтому вот я и говорю, что да, если таким темпом вы будете дальше, то там через два месяца. Вот это как раз тот рынок, который сейчас просто в сумасшедшем состоянии. Да, помню, в каком это, в 17 веке была история с тюльпанами, да? Все покупали тюльпаны, да? Ну, еще все, многие помнят, наверное, нулевые, когда все покупали недвижимость, и все ждали, что оно дальше будет расти и расти. Ну, то есть вот блокчейн и покупка бинкоином немножко вроде как разные вещи, там, да, с инвестицией, ну, именно с покупкой я бы был поаккуратнее, но это такой вопрос отдельный. Последний вопрос, а потом я предлагаю чуть-чуть с залом поговорить. Вот если бы вы писали книжку, как построить, знаете, есть известная серия «Пособие для чайников», как построить юникорн? Вот что бы вы написали там в ней? Вот вы знаете, кстати, на эту тему, вот Бен Хоровиц написал книжку, называется «Легко не будет». Вот я считаю, это идеальный заменитель вот этой книжки, которую вы спрашиваете. Там в начале есть такие слова, он пишет, типа, ребята, я не знаю, ну, я не могу вам давать советы, потому что у каждого своя история, могу просто рассказать там о своих каких-то жизненных, вот как он это делал, собственно. И вот это, мне кажется, самое ценное, что я бы таких книжек читал бы от многих-многих людей. Я бы посоветовал инвестировать в те идеи, в которых вообще нет консенсуса, с которыми прям не согласны большая часть людей, а вы все равно инвестируете. Потому что я считаю, что именно там появляются единороги. У меня это была одна страничка, на которой было бы написано, первое, нужно четко знать, что именно ты не знаешь, понимать свои ограничения, и второе, не слушать дураков. Ну, и как бы, имея в виду себя, безусловно. Я никогда не строил юникорны, я работал в них, но как бы и не был основателем. Поэтому уж я точно не знаю, как построить юникорн. Ну, я бы посоветовал заниматься только тем, во что, собственно, сам свято веришь, до фанатизма. Там можешь, доказывая свою точку зрения и правоту своей перспективы, горло соседу перегрызть, если он с этим не согласен. Если у вас настолько все уверенно в победе, тогда и деньги будут, и успех, и инвесторы, и рог вырастет. Ну, наверное, быть готовым к неудачам, переводить их в конструктив, слышать и слушать, и быть готовым к изменениям, иногда очень радикальным, не влюбляться в свою идею. Немножко противоречие, да, вот фанатично веришь, правда, надо фанатично верить, но правду тоже нужно видеть, и если видно, что кроме тебя в это фанатично вообще никто не верит, ну, наверное, надо подумать. Давайте вопрос. Видно ли какой-то просвет в юридическом будущем украинских стартапов? Повторю, может, кто не слышал вопрос. Видно ли какой-то просвет в юридическом будущем украинских стартапов? Я свое мнение скажу. Например, чтобы вы понимали, американские стартапы практически 90% регистрируются в Доловере. И это не проблема даже у Украины, это там вопрос того, что американские инвесторы хорошо понимают Доловерское законодательство, они готовы там судиться, оно хорошо защищает инвестора, и фактически обычным требованием является регистрация в Доловере. Поэтому, ну, может, Женя что-то добавит. А я не понимаю вообще, зачем нам такое законодательство, чтобы мы прямо здесь могли с Деловера стартапы регистрируются? Слушайте, мир глобальный, там все регистрируют, все нормально, регистрируйте там, держите команду здесь, тратите здесь деньги, старайтесь как-то потреблять хотя бы, и все. Мир большой, зачем с ним спорить? На самом деле это означает, что вы не платите здесь налогов, что, конечно, возможно, предприниматели устраивают, мне все равно, где налоги платите, но государство должно не устраивать, по идее. Мне кажется, что у наших регуляторов пока нет даже примерного понимания проблематики, потому что для себя лично они точно так же эти вопросы решают в Швейцарии, Арабских Эмиратах и так далее, и такого вопроса нет в Адженде вообще на сегодняшний день, насколько я знаю, я не очень слежу. То есть не понимают даже проблематику, поэтому, именно потому что лично ее не ощущают. Знаешь, невозможно создать продукт для другого человека, так и здесь. Если бы они попытались хранить деньги в Украине, то, наверное, начались бы какие-то изменения в законодательстве для того, чтобы их здесь можно было инвестировать и так далее. Но поскольку никто этого не пробует делать, то, вероятно, и стартапам тоже, наверное, не стоит этого делать. Одновременно сразу хочется добавить ложку меда и сказать, что такие тяжелые условия… Жизнь вообще несправедлива, ну, если честно, но такие тяжелые условия, а, не только у нас, и, б, они делают нас намного сильнее. Мы же всегда находим способ, как решить эти вопросы. Поэтому, ну, как-то так. Пока. Все. Этот не работает. Этот работает. Тогда у нас сейчас небольшой 50-минутный перерывчик, и мы… 5-10-минутный перерыв. Хотя… Редактор субтитров А.Семкин –